Итак, впервые представление о системе в сезонах года появляются в древнейшей письменной традиции в шумерских литературных текстах. И надо сказать, что проблема выделения сезонов года у шумеров очень большая и сложная. В 1949 году замечательный астериолог Бен Ландсбергер опубликовал большую двухчастную статью, которая как раз была посвящена сезонам года в шумерских и аккадских источниках. Но дело в том, что во времена Ландсбергера были известны только источники II-I тысячелетия до н.э., в которых говорилось о сезонах и месяцах года. Источники III-го тысячелетия он не мог учесть, и в том числе он не мог полностью прочитать диалог зимы и весны, или зимы и лета, о котором только что говорил Вячеслав Селыч, о котором буду более подробно говорить я, потому что этот диалог был издан в 1953 году Яном Ван Дайком, буквально в нескольких фрагментах. Он не был в то время собран. Поэтому у Ландсбергера не было полной информации об этом тексте. Я уже не говорю о том, что он не имел информации еще о нескольких шумерских текстах, которые были опубликованы совсем недавно, в частности, в конце 90-х годов. Проблема сложная, потому что существует несколько критериев, совершенно различных критериев для выделения сезонов в шумерских текстах, в шумерских источниках. Вот первый критерий – два полугодия, полугодия Думузи и Гештинанны. Это сюжет известного текста «Нисхождение инанны в подземный мир». Сюжет этот восходит ко временам архаического урука. Инанна отдает демонам подземного мира своего супруга Думузи в качестве замены за себя, но она понимает, что без Думузи жизнь может прекратиться. И тогда Инанна принимает следующее решение. Полгода под землей будет оставаться Думузи, бог плодородия и домашнего скота, а другие полгода – его сестра Гештинанна, богиня виноделия, имя которой так и переводится – виноградная лоза неба. И вот строки с 407 по 410 гласят «Ты полгода, сестра твоя полгода, когда ты потребуешься, тогда ты там прибудешь, когда сестра твоя потребуется, тогда ты будешь отпущен. Так светлая Инанна Думузи головой за себя выдала». Возникает вопрос, о каких двух полугодиях идет речь. На эту тему существуют комментарии. В частности, Торкельд Якобсен в своей книге «Сокровище тьмы» полагает, что урукский год делился на две половины по характеру напитков, которые получались в это время. Думузи олицетворял ячменное зерно, из которого приготовляют пиво, а Гештинанна была богиней вина. Таким образом, можно считать первое полугодие пивным, а второе – винным. И эта гипотеза Якобсена подтверждается свидетельствами семитских календарей. Например, в календарях западносемитских народов, угоритян, финикийцев, первый месяц года посвящен сбору урожая ячменя, а седьмой считался посвященным вину. Однако довольно трудно обнаружить доказательства этой гипотезы в самих шумерских текстах, хотя Якобсен на этом настаивает. Он говорит, что Думузи и Гештинанна – это нуменозные силы. Одна сила заключена в ячменном пиве, а другая – в виноградном вине. Игорь Михайлович Дьяконов, издавая книгу Якобсена, даёт в примечании своё возражение. «Следует заметить, что виноград в шумере не рос», пишет Дьяконов, «лишь на склоне окрестных гор. Скорее чередование Думузи и Гештинанны в преисподней является метафорой смены времён года – сухого и влажного. Последующее объяснение мифа о сошествии нанны, то есть то, что Думузи является нуменозной силой ячменя, а Гештинанна – нуменозной силой виноградной лозы, представляется нам слишком рационалистичным», пишет Дьяконов. Итак, он предлагает альтернативную гипотезу, что Думузи олицетворяет сухой год, а Гештинанна – влажный год. Если же мы обратимся к источникам II-I тысячелетия, то мы увидим, что Думузи и Гештинанна – это проявление двух периодов солнцестояния – летнего и зимнего. Согласно астролябии Б, тексту, опубликованному Шрёдером в 1920 году, Думузи уходит в подземный мир в четвёртом месяце Нипурского календаря, который называется «Шуну-мун» – «Сев раннего ячменя», в переводе на агрегорианский – это июнь-июль, а в вавилонском календаре, а впоследствии в еврейском, этот месяц назван Ду-Узу, в честь Думузи, и связан с этим событием. Как раз для II-I тысячелетия это время летнего солнцестояния. Согласно этому же источнику астролябии Б, Думузи выходит из подземного мира в десятом месяце – это зимнее солнцестояние, декабрь-январь, вместе с душами умерших, которые называются «отцы», и этот месяц называется «месяц выхода отцов» – «Абба-э». Это зимнее солнцестояние. Однако проблема заключается в том, что это послешумерские источники, это не источники третьего тысячелетия. Поэтому вполне возможно, что это могло быть концептуальное переосмысление текста третьего тысячелетия комментаторами, которые, начиная со среднего вавилонского периода, толковали ее совершенно по другому поводу. Тогда уже существовали астрономические маркеры сезонов, и к этим астрономическим маркерам привязывались события мифа о Думузе. Таким образом, мы сразу сталкиваемся с несколькими критериями уже по одному тексту. Либо это чередование сухого и лажного сезонов, либо речь идет о двух периодах солнцестояния. И для каждого тысячелетия это могут быть абсолютно разные критерии и разные маркеры. Теперь дальше. Следующий критерий очень важный. Называется Акиту. Акиту – это дом временного пребывания божества до смены полугодий. Это специальное здание, которое выстраивается за пределами города, неподалеку от города, и куда выносят статую божества для того, чтобы через некоторое время после появления нового месяца и наступления нового полугодия статуя была внесена в храм. И началось бы новое время. Так вот, с этой точки зрения Акиту делится на два периода. Первый период называется Акиту-жатвы. Имеется в виду Акиту-жатвы-ячменя. Это приходится на период с 12 по первый месяц. Поскольку там может быть ставлен еще 13 месяц по царскому указу, то дата Акиту колеблется от конца 12 до первого месяца. Это то, что называется «ранняя весна». Как она маркировалась, я еще скажу дальше. И второй период – это Акити-шуну-мун, Акиту-сева-ячменя. А ячмень в Месопотамии сели осенью, в седьмом, а то и в начале восьмого месяца. Поэтому есть четкое разделение года на два периода, связанного с ячменем, с циклом производства ячменя. Это уже некий новый критерий. Причем я бы сказал, что тексты Акиту самые древние. Они встречаются впервые в городе Шурупаки, современная фара, в 26 веке до н.э. Поэтому если отчитывать хронологически, то мы можем четко сказать, что деление года на полугодие начинается именно с Акиту. И далее мы переходим к тому, о чем говорил Вячеслав Селдович, только на более предметном уровне. Это диалог Эмэша и Энтенны. То, что мы можем перевести, как «лето» и «зима», на самом деле это Эмэш и Энтенны. Что же это такое? Давайте разберемся в этом поподробнее. Эмэш – это слово, вероятнее всего семитского происхождения, которое произведено от аккадского «эмму» – «жара», «жаркий», плюс добавляется шумерский суффикс «эше» – показатель на речи. И переводится он как «жарко» – Эмэш. Отсюда, в свою очередь, в аккадском языке второго тысячелетия появляется слово «умшу», которое означает «жара». Но это уже явные производные от шумерского Эмэш. Итак, значит, с точки зрения этимологии, Эмэш – это «жара», «жарко». Теперь Энтен – это слово с хорошо понятной этимологией. Эн означает «господин», «владыка», а «тен» – это, с одной стороны, прохлаждение, холод, с другой стороны – это отдых. Так что можно перевести это как «господин прохлаждение» или как «господин отдыха». Почему отдыха? На эту тему отвечает строчка из Астролябии Б, где говорится, что зима, зимний период является временем отдыха Земли. Это время, которое по-аккадски называется «шубаруту», «о наэлюша эрцити», что означает время освобождения, буквально отпускания, и отдыха Земли. Таким образом, это то, что связано с прохлаждением и с отдыхом. Аккадский эквивалент кутцу – холод, мороз. То есть осенний-зимний период связан с отдыхом от основных работ на Земле. Вот таковы здесь этимологии. И если мы перейдем к идеографии, здесь тоже может быть очень много любопытного. В ассирийских текстах первого тысячелетия лето изображается знаком «не», что читается как «кум-второе» – «тепло». И вот в этот знак «не» вписан знак «солнце», когда речь идет об «эмэше». То есть это тепло, в которое вписано солнце. А «энтен» – это тепло, в которое вписана вода. И вот мы получаем два полугодия. Тепло сухо и тепло влажно. Таким образом, очень хорошо подтверждается мысль Игоря Михайловича о смене сухого сезона влажным. Это действительно можно посмотреть на клинописных и диаграммах. Теперь мы обратимся к спору «эмэше» и «энтен». Вячеслав Севелович замечательно подошел к этому с точки зрения композиции текста. У меня же подход ритуальный. Дело в том, что этот текст очень непростой. Это текст с одним явным ритуальным ключом и с одним отброшенным ритуальным ключом. Что я дальше и попытаюсь показать. Итак, в этом тексте «энлиль» определяет судьбы «эмэша» с «энтеном», которые были рождены в горах. «Эмэшу» – основание городов и деревень, принесение изобильного урожая великой горе «энлилю», отправление работников на великие пашни, обработка полей на валах. «Энтену» – изобилие, половодье карпов, процветание, жизнь страны, сев ячменя на истинных полях, собирание всех богатств. Ну и дальше оба героя, как бодучие быки, и неоднократно в тексте будут эти быки, это самое частое сравнение, изготовились сражаться друг с другом за превосходство, и каждый из них принёс в храм «энлиля» жертвы из продуктов своего времени. Насытившись принесёнными жертвами, «энлиль» выступил в их споре третийским судье. И спор этот, как известно, закончился победой «энтена». «Энлиль» отвечает «эмэшу с «энтеном». Энтен заведует водой, жизнь дающей во всех странах. Он земледелец богов, все богатства приносящий. Эмэш, сын мой, как ты можешь с братом своим «энтеном» равняться?» Этот текст можно теперь датировать. Датировать его можно как с исторической точки зрения, так и с календарной. Вот строчки, которые дают нам основания для датировки. «Брат мой, когда священный плуг в кладовую будет положен, амбар, всё, что собрал, ты, подобно огню, ты кричать заставишь, за великую еду и питьё ты сядешь, лучшие вещи страны ты выведешь. Когда мой господин, наречённый именем Нанны, сыном Энлиле, Нанны – это бог города Ура, бог Луны, Иббисин, одеяние Шутур и Хурсак наденет». Это необычайно важно, про эти одеяния я скажу дальше. «Когда об одеяниях Бардуль и Ламахуш он позаботится, когда праздник богов будет устроен, а нунаки на свои светлые бока одеяния наденут. В Энном Тиле, светлом жилище царственности, Анном созданном, вместе удовольствия, банкет, вещь приятную, они устроят. Я умножитель вина, увеличитель еды и питья, одеяние маслом прекрасным я умощаю, одеяние Шутур, актум я принесу, а лучшее в тяжёлую пору эмэше, чтобы жизнь спасти». Итак, мы в этих строчках получаем аж две датировки. С одной стороны, историческая датировка. Текст составлен в эпоху Иббисина, последнего царя Третьей династии Ура, правившего по средней хронологии с 2027 по 2003 годы до н.э. Значит, это точный конец третьего тысячелетия. Но вместе с этой датировкой мы имеем и календарную датировку. Нам невероятно повезло, что здесь упомянуто конкретное время, когда священный плуг в кладовую будет положен. А когда он положен? В Нипурском календаре есть месяц, который так и называется, Итиапиндуа, время убирания плуга с поля. И Астроля Б.Б. комментирует этот текст, этот месяц, как время, когда плуг уходит в свой акиту. То есть время убирания плуга с поля – это время смены полугодий. И в это самое время, а в переводе на григорианский календарь это октябрь-ноябрь, в это самое время царь получает в храме зимние одеяния и покрывало. И в это же самое время начинается сезон дождей, и начинаются праздники, посвященные виноделию и виноградарству. Таким образом мы получаем ритуально-календарную датировку. Это седьмой-восьмой месяц Непурского календаря. Невероятно интересно. Интересно ещё и потому, что царь в это время требует себе зимних одежд, которые бы его утеплили. Эти одежды ему доставляются, и одежды эти сделаны изо льна. Вот тут нужно внимательно следить за текстом, потому что на протяжении всего этого текста говорится о том, что очень удачный уродился лён. Постоянно говорится о льне, даже уже в первых строчках говорится. Дабы лён вырастить, ячмень увеличить, воду карпов на пристань пригнать, дабы процветанию дни продлить, Энлиль, Эмеша и Энтенна создал. Кроме того, тут есть даже некий эротический контекст, такой замечательный. На великих нивах он прелесть умножил, шеями льна грудей их коснулся. То есть грудей нив он коснулся шеями льна, и тем самым сообщил им некую сексуальную прелесть. Здесь постоянно упоминается лён. И сроки, когда лён убирают, это перед ячменём. Лён убирают перед ячменём. А вот льняные одеяния изготовляют осенью. И облачаются в них перед наступлением сезона дождей. И не случайно Энтенн говорит «Я умножитель вина, увеличитель еды и питья, одеяние маслом прекрасным я умощаю». Ещё льняные одеяния умощаются прекрасным маслом. «Одеяние шутур актум я принесу, лучшее в тяжёлую пору Эмеша, чтобы жизнь спасти». Итак, это действительно прекрасные тонкие льняные покрывала, в которые люди оборачиваются, но не только в зимний сезон, но и в летний сезон, потому что от них исходит некое благоухание. И если в них завернуться, то, скорее всего, они спасут от летней жары, от летней засухи. Это некое двойное назначение этих одеяний. Так вот, получаются они как раз в осенний период. Получаются они тогда, когда плуг убирается с поля. И вот вам один явный совершенно ритуальный ключ – это осеннее получение льняных одеяний и покрывал царю, который приходится на 7-8 месяц. Здесь есть, кстати говоря, и очень интересное указание на то, что это время каким-то образом связано со скорпионом, символом скорпиона, потому что среди жертв, тут говорится, Эмеш приносит в жертву Энлилю барана, на боку которого стоит клеймо скорпион. О связи этого времени со скорпионом я еще буду говорить дальше. Пока же я хочу сказать, что именно в 8-м месяце, с 14-го на 15-й день 8-го месяца, согласно астрономическим источникам, восходит созвездие скорпиона. Это действительно связанные друг с другом события. А в 3-м тысячелетии скорпион был тем созвездем, который определял сроки осеннего равноденствия. Что тоже необыкновенно важно, и о равноденствии я тоже скажу чуть позже, потому что есть текст, который это подтверждает. Итак, что же мы видим? Мы в тексте видим, что роли распределяются как оппозиционные. Эмеш выступает как оседлый горожанин, покровитель строителей и ремесленников, и в том числе песцов. Энтен находится вне города и до города. И Эмеш упрекает его неоднократно в том, что Энтен не заботится о жилищах и храмах. При нём страдают песцы, при нём страдают ремесленники. И ему это совершенно неинтересно, потому что Энтен занят размножением. И, в частности, о нём сказано. Энтен овцу ягнёнком разродил, козе-козлёнка даровал, корову телёнком умножил, масло и молоко ей установил. На высокогорье сердца диких баранов, оленей он обрадовал, птицам небесным на широкой земле гнёзда устроить повелел, рыбам лагун в тростниках откладывать, яйца велел, садовые колодцы мёдом и вином наполнил, едва посаженные деревья плоды нести заставил, огороды насадил, сходы установил, ячмень на нивах изобильным сделал, ашнан, богиня ячменя, подобно красивой девушке сиять заставил, урожай великий, праздник Энлиля, голову к небу поднял. И вот мы видим, что он обеспечивает то первоначальное, то необходимое, без чего невозможная жизнь. Кроме того, он обеспечивает и плодородие тигра и ефрата, которые несут воду весеннего половодия. Энтен с вершины лесистой горы воду карпа в процветании и жизнь страны распространил, на тигр с ефратом великому быку подобно стопу свою поставил, истинным полям и нивам Энлиля их даровал. Это невероятно важные строчки, которые показывают нам, что здесь есть один отброшенный ритуальный и мифологический ключ, а именно, если мы знаем текст об Энке и устройстве мира, тогда мы очень легко вспомним, что на самом деле этот Энтен это никто иной, как бог Энки, который занимается в тексте ровно тем же самым. Он оплодотворяет тигр и ефрат, он занимается ирригацией, он передает всем богам ремесла, но делается это очень важным, таким божественным способом. Энки раздает мэ, то есть магические силы, богам. Раздает он их из абзу, то есть из водной бездны, и оттуда, из абзу, появляются все предпосылки возникновения жизни. Только те боги, которые получают мэ, они получают возможность для позитивной деятельности. Таким образом, эмэш, как сезон, он оказывается невозможен без мэ-энтенна. И вот вам этот богословский отброшенный ключ, который знает только тот, кто знает все шумерские тексты подряд. Почему выигрывает мэнтенна? Он выигрывает потому, что в его руках находится мэ. мэ находится только в воде, в водном мире, в абзу. И хозяином этих мэ, по велению небесного бога Анна, является энки. Таким образом, если мы знаем богословский подтекст, мы понимаем, что энтенн обладает мэ, а эмэш мэ, то есть магическими силами, не обладает. Таким образом, эти соперники, они определяются очень просто, если это назвать, так сказать, двумя словами, энтенн позиционирует себя в качестве природы. Это природное начало. Это то, что существует до цивилизации. А эмэш – это культура. Эмэш – это строительство городов, деревень, это покровительство ремесленникам и песцам. И несмотря на то, что срок эмэши – 7 месяцев, а срок энтенны – 5 месяцев, выигрывает все равно энтенн. Теперь я обращусь к тексту, о котором мало кто что знает. Он был опубликован в 1998 году Яном Ван Дайком «Инанна и Анна». Для нас этот текст необычайно важен, потому что мы здесь видим, что небесная богиня Инанна, преодолевая многочисленные препятствия, вскакивает на Скорпиона. И дальше говорится, в реке Улайи, чистой воды напившись, Инанна вскочила на Скорпиона, хвост его отрезала. Льву подобно взревела, но крик его застыл. Она что-то бросила, что-то установила, эта строчка разбита, создала некий образ. И после этого небесный бог Анн, услышав, что произошло со Скорпионом, с досадой поляшком себя ударил, стоном наполнился его голос. Дитя мое, что она сделала? Меня превзошла. Инанна, что она сделала? Меня превзошла. Теперь число дня уменьшится, число ночи увеличится. С этого дня три стражи. Ночь с днем равняется. Теперь восход Уту воистину таков. Итак, мы здесь видим, что после того, как Инанна оседлала Скорпиона, происходит уменьшение числа дня, увеличение числа ночи. Это явный намек на то, что при восхождении созвездия Скорпион для третьего тысячелетия наступало осеннее равноденствие, после которого число дня, соответственно, уменьшалось. И если мы сопоставим этот текст с еще некоторыми заговорами, которые я приводить не буду, они опубликованы в топоровском сборнике, то мы можем увидеть, что в заговоре Скорпион находится в оппозиции к созвездию Тельца и объявляется быком подземного мира. Задача заклинателя заключается в том, чтобы отправить его назад. Таким образом, мы получаем еще один очень важный критерий для отделения двухполугодий. Это восхождение созвездия Тельца в весеннее равноденствие, восхождение созвездия Скорпиона в осеннее равноденствие. И последний критерий, о котором я хочу сказать, это возможное деление года на сезоны в споре меди и серебра. Это тоже текст третьего тысячелетия, который принадлежит к жанру адаман-дулга в шумерских архивах, школьных архивах. Так вот, медь говорит серебру, утверждая свое превосходство над ним. «Когда дни влажной земли для меня наступают, медные мотыги, срубающие сорняки, ты не имеешь и никому ты не нужен. Когда дни сева для меня наступают, медные тесла для плуга, ты не имеешь и никому ты не нужен. Когда зима для меня наступает, медных топоров, срубающих ворост, ты не имеешь и никому ты не нужен. Когда дни урожая для меня наступают, медных серпов, жнущих ячмень, ты не имеешь и никому ты не нужен». Таким образом, мы здесь видим первую попытку деления года на 4 сезона. Это дни влажной земли, дни сева, зима и дни урожая. Но я думаю, что эта первая попытка связана с периодами сельскохозяйственных работ. А зима является временем отдыха земли от этих работ. Подобное же происходит в Древнем Египте. Потому что когда говорят, что египетский год разделялся на время половодья, время засухи и время всходов, конечно, нельзя говорить здесь об абстрактном восприятии времен года. Скорее, это цикл активности самой земли. Но такую попытку мы видим. Кроме того, нужно сказать, что в шумерских текстах выделяется весна. Она не называется каким-то определенным словом, но она выделяется двумя основными событиями. Это раннее половодье и урожай пестрого ячменя. Раннее половодье называлось у шумеров половодье карпов. Мерест карпов начинался в конце зимы, и карпы всплывали на волнах именно в это время. А пестрый ячмень шегуну сели в конце зимы, в феврале или в начале марта. А урожай собирали в апреле. То есть он поспевал за 80 дней. Появление этого ячменя на полях также было одной из примет весны и начала года. Таким образом, мы можем сделать общие выводы. Вывод первый. В шумерское время, 4-е и 3-е тысячелетия, в Месопотамии существовало фиксированное деление года на полугодие. При этом календарь отчетливо различает события четырех сезонов без их названия. Или с их названием, но это время работающей земли. Это вывод первый. Мы можем сказать, что впервые разделение на полугодие появляется в городе Шурупаке. Это представление об Акиту. Ну и дальше, к концу третьего тысячелетия, уже появляются такие понятия, как МЭШ и НТ. Второе. Деление на полугодие первоначально связано с циклом производства продуктов, ячмень, вино, а затем со сроками равноденствия и солнцестояний. И третье. Деление на сезоны связано с периодами работ на земле. Я хочу сказать, что во втором тысячелетии уже в Вавилоно-Ассирийской культуре появляется представление о трех сезонах. И эти три сезона определяются очень простым критерием. Это восхождение звезд, соотносимых с небесным экватором. Сезон Ана – это весна и осень, когда созвездия находятся вблизи небесного экватора. Это звезды Ана. Весна и осень. Далее сезон Энлили – это лето. Звезды к северу от небесного экватора. И звезды Эа – сезон бога Энки. Это как раз зима. Это звезды к югу от небесного экватора. Название трех сезонов мы знаем. Осень не выделяется. Осень и весна – это как бы одно и то же. А вот весна, зима и лето – они имеют определенную терминологию в акадском языке. На этом я закончу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Владимир Владимирович. Кто хотел бы задать вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Очень интересно все, что вы осказывали. У меня вопрос, к сожалению, потому что вам трудно на него ответить, не столько к вам, сколько к Игорь Михайловичу, с которым мы часто спорили, при том, что я его очень любил. Надеюсь, он меня. Понимаете, какая проблема? Виноград и вино, по-видимому, одомашнены в той области, которая общая для всех нам известных семей, языков, в которые, к сожалению, шумерский до сих пор никак не отнесет. Поэтому лингвистический вопрос, было или нет названия в шумерском, для меня не стоит. Мы слишком мало знаем реально шумерский язык для того, чтобы ответить на вопрос. Как вы относитесь, это вопрос уже к вам, как вы относитесь к идее Биттакера о возможности отражения некоторых шумерских текстов? Я задаю вопрос. Как вы относитесь к тому, что в некоторых самых ранних протушемерских текстах могут быть элементы индоевропейской речи, как и так и думает ефратский индоевропейский язык? Дело в том, что для индоевропейского, про-индоевропейского, более раннего, чем анатолийские языки, точно восстанавливаются два разных корня. Один корень общий с про-семитским и про-картвельским, вино, то, что в грузинском, в вине, и что я нахожу в хатском, то есть северокавказском, вин, де, карам, сосуд с вином, то есть такое впечатление, что всё-таки этот термин вин, в значении вино, был во всех языках этой территории, кроме шумерского, немножко странно. А другой термин – это мёд, который для индоевропейского – это херская, мэлит, лувийская, молит и так далее. Шумерская ляль. Да. Ну, мы знаем название египетское, которое тоже другое. – Значит, по-видимому, всё-таки утверждать, что для этого времени невозможно противопоставление вина и мёда, всё-таки я как лингвист не берусь. А как вы? – Ну, здесь сразу несколько вопросов было задано, поэтому я отвечу последовательно. Во-первых, что касается вина. Мы имеем тоже довольно непростую ситуацию. В ранней шумерских текстах виноградная лоза называется гештин и таким же образом называется вино. Потом это сокращается, и мы получаем тин из гештин. А кроме того, каш, который обычно переводится как пиво, тоже может иметь эквивалент к уруну – вино. Поэтому здесь ситуация непростая. Мы знаем, что вино ввозилось из Сирии в Месопотамию. Это был достаточно дорогой иностранный товар. Но мы также знаем, что вино употреблялось в большом количестве богатыми людьми, и, разумеется, употреблялось храмами. Поэтому вот сам статус виноделия в Месопотамии, он до конца ещё не прояснён. И отношение к вину. В отличие от отношения к пиву, здесь всё гораздо более темно. Это первое. Второе. Что касается Виттакера, то я, конечно, знаю все его работы, и более того, я знаком с ним самим. Мы с ним выступали на Международном конгрессе ассириологов в Гарварде в 1998 году. Меня его гипотеза, скажем так, заставляет отнестись к ней с любопытством. Я пока не знаю, на чьей стороне я нахожусь на стороне Виттакера или на стороне его всегдашнего критика Гонсалио Рубио. Но, в частности, несколько месяцев назад я на тронских чтениях у Николая Николаевича делал доклад, и была опубликована статья по поводу прилагательного мах, которое Виттакер сопоставляет с санскритским маха. Я нашел, что семантическое поле здесь абсолютно одно и то же. Есть несколько подтверждений, которые могут говорить в пользу этого. Это довольно интересный вопрос сам по себе, и к публикациям Виттакера я отношусь с интересом. Тем более, что Айзек Абрамович Вайман в своих неопубликованных эрмитажных докладах, которые я слышал, он уже довольно давно говорит об индоевропейских основах. и об индоевропейских словах в шумерском языке. Раньше это категорически не принималось. Теперь, к сожалению, у нас никто особенно этим не интересуется. Айзек Абрамович не работает. Поэтому я больше обращаю внимание на то, что делает Виттакер. Я бы сказал, что я отношусь к этому с любопытством. Мне это интересно. – Спасибо. – Хотел бы еще… – Да, пожалуйста. – Скажите, пожалуйста, для вас несомненно деление года на 12 месяцев и солнечных? – Понятно, спасибо. – Спасибо. В Месопотамии год был лунно-солнечным. Каждый месяц начинался с новолуния. Соответственно, полгодие начиналось вечером. Поэтому этот смешанный лунно-солнечный год требовал обязательно вставки. Каждые 3-5 лет указом царя вставлялся 13-й дополнительный месяц. Либо после 1-го полугодия, либо после 2-го полугодия. Он так и назывался – либо 6-й, либо 12-й, 2-й. Поэтому для нас, несомненно, присутствие не только 12, но и 13 месяцев в составе Месопотамского календаря. – Спасибо. Я думаю, что мы… – Да, пожалуйста. – Я хочу поблагодарить. Я в сцене поражена сходством. Это же просто кальмария, вот эти вот братья. То есть со всеми их функциями. Это может быть источник, так сказать, библейского автора. Ну, в какой-то передаче непосредственно. То есть эта традиция могла письменной перейти в какую-то усу, а потом, значит, соответственно, появиться в виде рассказа, который явно написан, довольно поздно. – Да, ну, я просто отвечу очень коротко, что впервые сходство этих шумерских диалогов с историей Каина и Авеля заметил Крамер в 1963 году. И им это было использовано как параллель к диалогам и спорам в древней еврейской культуре. Он считает это общерегиональным ближневосточным явлением. Вот такого рода диалоги между двумя персонажами, один из которых выигрывает. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...